Внезапная весточка из прошлого. О том, что Ивана Ивановича Глухова, прошедшего всю Великую Отечественную войну, изобразил фронтовой художник, родственники узнали неожиданно только в этом году. Когда бессмертный полк прошел, несколько дней прошло, мне в одногласник пришло сообщение, что есть такой портрет, ваш это родственник или не ваш. Попросил меня прислать фотографии, которые у меня остались. Да, это дедушка наш. Мне очень было интересно и жаль, что раньше мы об этом не знали. В гвардии старшина мы видим три награды, в том числе и орден гвардии. Как звали героя? За какие заслуги он получал одну медаль за другой? В музее Победы на Поклонной горе сохранилось немало работ художников-фронтовиков. Но кто изображен на портретах, авторы, как правило, не указывали. Установить имя красноармейца Глухова помогли волонтеры движения «Фронтовой портрет. Судьба солдата». Оригинал рисунка останется в музее в Москве, а вот точную копию решили передать родственникам в Самару. Всего за время работы проекта в России поисковые отряды обработали более 400 портретов. Найти удалось почти половину изображенных героев. Мы очень рады, что поисковая работа многих десятков ребят из студенческих поисковых отрядов нашей страны завершилась успешно. Никто не ожидал в 2018 году, когда начиналась эта работа, начиналась она на Самарской земле в феврале 2018 года, что многих наших земляков в каждом регионе страны возможно будет найти. Не у всех сохранились фотографии, не в каждой семье возможная историческая память сохранилась о своих предках, о своих героях. Но сегодня мы понимаем, что как минимум три человека вернулись в Куйбышевскую область. Портрет Ивана Ивановича Глухова передали семье в преддверии юбилейного 10-го парада памяти в Самарской области на площади Куйбышева, где сейчас работает интерактивная выставка. По словам родственников, рисунок станет семейной реликвией, бережно передаваемой из поколения в поколение. Гульфия Сафина, Николай Сидоров. События.